Человек, который, вопреки всем нарушениям контракта его оппонентам, принял бой наперевесив 10 кг вчера и в 17 кг сегодня, это настоящий боец, это настоящий сын своего народа. Мохаммед, мы рады тебя приветствовать. Итак, всем салам алейкум, всем приветствую. Что надо сказать? Надо сказать, где ваш гангстер. Либо фальшивый гангстер, либо он вообще не гангстер. Какой гангстер? Вот, я делал вес, я пришел, сколько сказ было, а где он? Нет его. Где он? Нет его, честно. Я хочу, я хочу один вопрос задавать, Оля. Как ты сам комментируешь это? Родной, повтори вопрос. Как ты комментируешь эту ситуацию с Челханом? То есть меня уже ты интервьюируешь, правильно? Да. Мне сложно ее комментировать, но если что, готов выйти на замену с тобой сегодня. Кто это? Я. Давай. Ребята, я хочу сказать, вот, это ситуация, я ради вас хочу сказать. Не важно уже вес, много чего было. Если он может за два часа, то давай будем биться. Без вес, просто видите, будем зарубиться. И все. Никакие вопросы, никакой вес. Просто вот мы подарим вас, если он хочет, давай мы это делаем. Сегодня, честно, я никогда в жизни с собой не заберу семья. Но сегодня самая хорошая женщина, моя жена тут находится. Я хотел показать ей, что я его буду бить, если возможно. Да, она здесь. Давай пригласим ее в октагон. Да, моя хорошая. Поднимайся к нам. Она очень переживает. Мухаммед, ты задал мне вопрос. И, безусловно, подобное поведение, оно неприемлемо. Это неуважение к аудитории, к нашим зрителям. И нарушение подобных контрактных обязательств, это уже не про спор. Но правильно ли я понял, что через полтора часа ты готов встретить Шовкова здесь в октагоне? Да, я готов. И у него еще есть полтора часа, чтобы прибыть сюда, на советскую арену. Я готов, я сто процентов готов. Как вас зовут? Фатима. Фатима. Ваш муж настоящий мужчина. Вот брат тут, жена тут. Я жду, честно, если возможно, давайте делаем это через час 30 минут. Я никогда жена с собой не забираю. Но я хотел показать, кто тут главный, ну настоящий чемпион. Я думаю, я уже выиграл этот бой и показал. А если нет, давайте замену высправим. Этот бой, я думаю, ты выиграл уже, безусловно. Но у нас сегодня в зале присутствует еще один достойный сын своего народа. Человек, которого я безмерно уважаю. Это Алавсет Мамиев. Боец, который готов на 12-часовом уведомлении выйти и спасти Мэйн-Ивент. Давайте поприветствуем его аплодисментами. Алавсет, спасибо тебе огромное, что ты в этот вечер с нами. Это правда многого стоит, это ответственное решение. Я знаю, что ты человек спорта. Твоя жизнь это спорт. Ты постоянно в тренировочном процессе, в весе. И ты не думая, вчера, вчера уже в ночи принял мое предложение подстраховать этот бой. Скажи, что для себя этот бой, Алавсет. Всем ассалу алейкум, приветствую всех. В первую очередь, Анатолий, когда я говорил, что я благодарен Харкору, я не просто так это говорил. Сейчас Харкор оказался в трудной ситуации, я хотел помочь. И у меня есть с ним история. Эта история может закрыть, как два спортсмена в клетке. Мы закроем эту историю, подеремся и выявим, кто из нас сильнее. И на этом вопрос закроется. И обрадуем, я думаю, всех зрителей, которые у нас собрались и заплатили деньги за эти билеты. Это правда, друзья. Алавсет Мамеев, Мохаммед Хайбати. Это будет безумный мейн-овент. Давайте на стартаун, друзья. У нас есть история с ним. Мы закрываем вот тут, но уважение тебе, которое сегодня обещал, дали мне, чтобы биться сегодня. Ты красавчик. Это многого стоит. И это про спорт, друзья. Я еще скажу. Хоть я знаю, знаете, вот сейчас все против меня будут или что-то еще. Не надо сильно хейтить Шабхала. Я с ним сидел, хлеб делил. Я знаю, хоть все против меня будут. Я ему обращался к брату. Я понимаю, он не сделал вес. Это уже спортивная составляющая. Но не надо сильно хейтить. Когда на человека такой вес кладет, это очень сильно. Я скажу все равно. Я сказал свое слово. Я должен был это сказать. Поэтому я еще раз. Слушайте, дайте сказать одну вещь. Дайте сказать, друзья. Дайте сказать. Я пришел, дал слово Анатолию. Мы с ним пообщались. Я приеду. На следующий день я здесь оказался. Я буду драться. Поэтому ждите. Будет огонь. Алавсет. В ответ тебе по поводу Шабхала. Неспортивный это 2 килограмма перевес. Но не 15. Это уже хамство. Ребята, всех приветствую. Вот Алавсет сказал насчет Шабхала. Я считаю, мы ему дали даже плюс 15 килограмм выйти на бой. Мухаммад сейчас весит 75. Дали ему возможно выйти в тяжелом весе. Но он не вышел. Поэтому я не понимаю. Али, я не оправдываю ничего. Я просто говорю. И ты, и он, и я. Когда на нас хейт сваливается, мы очень чувствительные люди. Понимаешь? Хейт бывает оправдан. Бывает не оправдан. Но в данном случае он оправдан, Алавсет. Это не уважение. В твоем случае. И не только к Персу. Не только к хардкору. А в целом к индустрии. Это пример подрастающему поколению, что можно настолько похабно относиться к мейн-эвентам. 15 килограмм провалить на весогонке. Как это возможно? Это и не идет ни в какие рамки. И даже сейчас, когда Перс говорит 15, хорошо, я жду тебя здесь через полтора часа. И он это сказал утром. Он это сказал вчера. Где Шавхал? Где Шавхал? Тебе, Алавсет, только уважение. Только уважение. После боя пояса дай мне, отец ждет в Иране, короче. Это пояс я заберу, потому что он же не вышел. Это мой. Да. Понятно. Вот это. У нас этот пояс, я не знаю этот пояс, но разыгрывать этот пояс? Безусловно, пояс главного трэш-штокера лиги. Я говорю, если я выиграю, мне этот пояс не нужен. Точно? Нет, не нужен. Ты уверен? Да. Я не хочу этот пояс. Алавсет, но ты у нас про праведный трэш-шток. По сути, ты у нас мастер слова в своем. Это же не про грязные слова. А трэш-шток это владение речью, аргументацией своих слов. И во многом ты представитель как раз того трэш-штока, который я уважаю. Поэтому не отказывайся. Этот пояс не про грязь. Он про спор и про слово. Про слово, которое каждый из вас сейчас держит здесь в октагоне хардкора. Бою быть, но Шавхан, мы тебя ждем! Радуйся, что ты жив. Просто радуйся, что ты жив после той схватки.